Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Недавно я осознал про себя одну вещь. Почему-то я патологически люблю спорить. Ещё в детстве мне родители и люди вокруг говорили, что я спорщик. В реальной жизни бывают споры, но они довольно быстро заканчиваются. А вот онлайн это беда. Порой влезаю в спор, там опорно доказываю свою точку зрения. Зачем? В соцсетях меня уже нигде нет, на форумах тоже редко общаюсь. В каналах мессенджеров тут начал спорить, а зачем? Ведь толку от этого ноль только время своё зра потрачу. Не понимал зачем это делаю и что делать с этим, чем заменить. Отсекать себя от межнего мира и не участвовать в любых обсуждениях. Но здесь ситуация на самом деле довольно такая, неоднозначная. То есть вообще конечно можно начать с дифференциации спора и дискуссии. Для начала. Что спор это больше такой личностно акцентированный вектор ведения диалога. Спор это больше про, на мой взгляд, скорее обесценивание оппонента. То есть, когда именно идут попытки какие-то принизить значимость того, что говорит оппонент. Ой, оппонент, оппонент. Вот. Тогда как дискуссия это всё-таки больше аргумент, но аргумент. То есть можно говорить, что дискуссия это больше то, что ставит перед собой задачу. Ну, ну, выяснение, да, выяснение и задачу прояснения чего бы то ни было. Вот. Это первое, с чего хочется начать. То есть, то есть, на мой взгляд, нюанс здесь заключается в том, чем занимаетесь вы. То есть, если вы спорите, пытаясь как-то обесценить своего оппонента. Или вы дискутируете, пытаясь дойти до какой-то сути. И, в принципе, я могу быть не прав, но мне показалось, что вы всё-таки больше спорите. Ситуация спора чаще всего, к моему большому сожалению, представляет из себя борьбу с сматингом. Вот. То есть, попытка что-то доказать, самоутвердиться и так далее. То есть, здесь история про внутреннюю борьбу. Здесь история про какое-то непринятие себя больше. Вот. Ну, оспаривание себя, если угодно. Вот. Поэтому данный аспект, конечно, лучше решать всё же не в споре, а там, где на самом деле у вас есть, ну, скажем так, присутствует вот эта, скажем так, проблематика такая. Да? Вот. Дальше. Вы сказали о том, что вам хочется чем-то заменить. Ну, вот. Спор. Да? А если вы хотите чем-то спор заменить, то очевидно, что есть какая-то потребность в том, что вы делаете. То есть, у вас есть потребность спорить. Эту потребность, на мой взгляд, надо бы выяснить, ну, надо бы увидеть как минимум. Вот. То есть, крайне желательно её заметить. Эту, вообще, эту, эту, эту потребность. Вот. Понимаете, да? Какая штука. А если и пока вы не увидите, не увидите для себя вот эту потребность, вот, вы в принципе так и будете спорить, вы так и будете ввязываться в какие-то конфликты, на мой взгляд. То есть, в этом смысле, скорее всего, ничего не изменится. Ну, ну, для вас. Для вас, по крайней мере. Вот. Поэтому, я бы сказал, что заменять, ну, пытаться, пытаться заменять то, что вы получаете в споре, на мой взгляд, пока что не имеет особо. Смысл. Вот. Это не решение проблем, как мне видится. Да? Ну, не решение вашей проблемы, по крайней мере. Вот. Такая вот история. Дальше. Ну, вот, вам, в принципе, мой коллега, значит, Кудрячев Игорь Леонидович ответил довольно, ну, довольно, лаконично здесь, вот, что, как бы, спорить можно и нужно в определенных моментах, в определенных аспектах. То есть, ничего, как бы, такого в этом нет. Абсолютно. Ничего. Такого. Вопрос в том, напрягает ли вас это или нет. Вопрос в том, о чем вы спорите. На какую тему вы спорите. Вот. На мой взгляд, это очень важно. Понимаете? Вот. То, что, то, что я хотел бы вам сказать. Вот. Такая история. Я, я думал. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.